Теперь о событиях культурной жизни. В Доме культуры Дубровица состоялось 4-е открытое переносно-подольского района по спортивным бальным танцам. На призе тренера-педагога Леонида Есина. В нем приняли участие 17 команд из Москвы, Московской области, Твери, Рязани, Калуги. Наши танцоры, как всегда, оказались на высоте. Кубок команды-победительницы завоевала Дубровицкая фиеста. Еще об одном мероприятии из Дубровиц расскажет Максим Корж. 17 мая в Доме культуры поселка Дубровицы состоялся большой концерт народного хореографического коллектива «Радужный», которым вот уже почти 20 лет руководит директор ДК Светлана Герасимова. Сегодня в нем занимаются более 100 детей. Концерт не совсем обычный. Для коллектива это было еще и подтверждение звания «Народный», полученного им в 1993 году. Такие, можно сказать, экзамены народным коллективам приходится проходить раз в три года. Так что расслабляться, единожды добившись успеха, не приходится. Чтобы быть народным, это нужно быть именно народным. Чтобы твой ансамбль любили, чтобы был всегда зал переполнен, чтобы звучало много хороших, добрых аплодисментов. И все это было. И полный зал, и бурные овации, которыми дубровицкие зрители встречали каждый номер своего любимого коллектива. Будь то классический вальс или русская плясовая, философская лирическая композиция «Сестрицы-подруженьки» или зажигательная кадриль. Строгая комиссия, в составе которой были представители Университета культуры, конечно же, не смогла не отметить и яркость номеров, и профессионализм участников коллектива, и зрительскую реакцию. Единогласно было решено ансамблю «Радужный» сохранить звание «Народного», во всяком случае, еще на три года. И мы не сомневаемся, что коллектив сохранит это звание и впредь, непрестанно повышая свой профессиональный уровень и радуя публику множеством новых интересных номеров.